Всем большой привет, дорогие мои зрители! И как всегда, рада вас видеть снова на моем канале. Итак, впереди у нас Новый год. И нам, конечно же, нужно приготовить что-нибудь вкусное. А вкусное мы будем готовить запеченную утку. Вот такая у меня утка весом в 2 килограмма. Сегодня мы ее будем запекать в духовке. Всех поздравляю! Всех с наступающим Новым годом! Ну что ж, приступаем до приготовления. Сначала промываем утку под проточной водой. Хорошенько вот так вот промоем. Ее также изнутри промываем хорошенько. Не боимся, рукой промываем, чтобы все было чисто. Так, теперь нам нужно бумажным полотенцем ее просушить. Либо бумажным полотенцем, либо полотенцем, как вам угодно. Главное, чтобы просушить. Вот так вот просушиваем хорошенько с двух сторон ее. Тогда, дальше нам нужно срезать краешки вот этих вот крылышек. Сейчас все поближе. Дальше, ребят, срезаем часть крылышек. Это пойдет либо на бульон, либо там в борщик. Вот эта вот часть. Она нам не понадобится. И также вторую часть. Второе крылышко. Потом нам надо срезать вот эту вот часть. Немножко вот срежем. Я думаю, с какой стороны получше ее будем срезать. Также она пойдет потом на бульон или какое-то другое блюдо. Так, остальное все оставляем. Будем мариновать. Ребят, делаем маринад. Нам понадобится вот столько вот чеснока. Это одна головка у меня, где-то из 8-9 маленьких зубчиков чеснока. Прижимаем через пресс. Весь чеснок. Ребят, вот столько чеснока получилось. Теперь добавляем 2 чайные ложки соли с горкой. И также черный молотый перец. Черного молотого перца тоже добавим немало, потому что у нас по весу смотрим, какая уточка. Вот добавляем молотый перец. Примерно где-то тоже, где-то 1 чайная ложка черного молотого перца. Вот так вот достаточно. Все перемешиваем. Вот так вот хорошенько все перемешиваем. И будем смазывать нашу уточку. Теперь смазываем нашу утку с двух сторон. И также в середине обязательно. Хорошенько ее натрем. И оставим мариноваться на несколько часов. Смотрите, ребят, когда будете натирать утку, то старайтесь заранее ее вытащить из холодильника, чтобы утка была тепленькая. Чтобы она не была сильно холодная. Чтобы хорошо она мариновалась. Прям в теплом виде. Ну вот прям не то, что вы достали прям с холодильника очень холодную. И прям намазать. Она должна быть немножечко тепленькая. Вот так вот хорошенько все намазываем обязательно. В середине, везде, везде. Вот так вот смазываем. Ребят, накрываем утку пищевой пленкой. И оставляем ее мариноваться на 2-3 часа. При комнатной температуре. За это время утка хорошо промаринуется. Вот так вот. И оставляем, пусть маринуется. Итак, ребят, прошло уже 5 часов. Теперь нам понадобятся яблоки. У меня яблоки зеленые, они идут кислые. Разрезаем их на две части. Вот так вот разрезали. И достаем внутренности. Сердцевину убираем с помощью ножа. Вот так вот убрали. И также с другой половинки. Нам понадобится 3-4 яблока. У меня 3 яблока. Такие средние. Так, ребят, берем нашу утку. Так она хорошо уже промариновалась за это все время. Теперь укладываем в середину 2 кусочка яблока. Одну часть, в серединку туда укладываем. И также другую часть яблока. Это получается одно яблоко. Теперь вот это закрываем. И теперь нам нужно связать вот так вот две ножки. Сейчас с помощью нитки свяжем ножки. Берем нитку. Сейчас руки только протру. Руки всем в начинке. Так, берем нитку, небольшой кусочек нитки. И свяжем ножки. Вот так вот свяжем ноги. Вот так на перекрест. В рукав и укладываем нашу утку в рукав. Вот так вот ее протапливаем в рукав. Берем немного так, много рукава. Вот эту начиночку мы не скидываем. Мы ее обратно на уточку вот так вот выложим. Что ж добру пропадать. Так, здесь тоже немножечко упало. Теперь берем яблоко. Остальное, которое у нас осталось, яблочко. Вот это. И мы укладываем сбоку утки. Вот так. Два яблочка в одну сторону утки. Выкладываем. И два яблока в другую сторону утки. В рукав. Так, чтобы яблоко покрывали уточку. С одной стороны оставляем место. А писательной иголкой нужно проколоть рукав. Прямо вот, либо ножиком, краешку ножичка. Вот так, чуть-чуть проколоть, дырочка, чтобы была. И с этой стороны место. Срезаем рукав. Где-то вот так достаточно. И завязываем края. С помощью вот таких вот штучек. Один краешек. И второй краешек. Другой краешек затягиваем хорошенько. И отправляем в духовку. Отправляем нашу красоту в духовку. На среднее значение. Вот так распределим хорошенько яблочки. Края так вот. Закрываем духовку. Включаем 180 градусов. Будем выпекать. 1 час 40 минут. Потом надо будет достать. Разрезать немножко рукав. Еще немножко, минут 20 поджарить утку. И все. До золотистости. Теперь ждем, когда приготовится. Так, ребят. Прошло 1 час 40. Теперь нам нужно раскрыть рукав. Видите, как утка наша уже приготовилась. Но нам нужно теперь ее поджарить. Чтобы она была такая золотистая. Теперь раскрываем. И сейчас жиром ее польем. Чтобы вот эту вот часть всю полить. Вот так вот. Хорошенько раскрываем рукав. И будем поджаривать. Видите, сколько много жира образовалось уже. Очень много жира на дне. Теперь сейчас все палем жиром. И дальше еще минут 20 ее поготовим. Чтобы она хорошо поджарилась. Вот жиром ее поливаем. Сверху. Теперь убираем обратно в духовку. И еще плюс 20 минут приготовиться. И дальше уже будет все готово. Итак, ребят. Утка у нас приготовилась. Вот такая она вот получилась. Она, видите, она не подгорела. Немножечко так ее поджарила. Прям я люблю вот так вот поджарить. Такую утку. Если вы хотите поменьше. Не так сильно поджарить. Просто чуть-чуть поменьше времени приготовьте. Вот такая вот уточка получилась. Если вам понравился рецепт приготовления. Обязательно приготовьте. Напишите комментарий. А я же с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Всем до новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok